КРИК ПОДОБЕН ГРОМУ Прямо сейчас тайландский ром Санг Сом, и сегодня его пробуждение. А противником тайландскому рому сегодня выступает ром из Доминиканской республики Барселло Аньеха. Ну а вопросы к новичку все те же, как он покажет себя в сравнении с другим ромом. Ну и какое место он займет в моем алкорейтинге. Мой алкорейтинг это мой сайт алковитек.ру, на котором я систематизирую и сортирую напитки, которые снимаю в своих видеороликах. Ссылка в описании. И доброй пятницы, с вами пятница. Тайландский ром, доминиканский ром и алковитек. Выпьем. Давненько ром не посещал этот дом, поэтому я подготовил два бокальчика, чему не сказано рад. А вскрытие начнем с Рома Самсонг, потому что он новичок. Бутылка из прозрачного белого стекла с винтовой пробочкой. Имеет какую-то форму, снизу слегка расклешенная. Этикеточки, хоть и с тиснением, но наклеены хреново. Здесь вот даже пузырь. Задняя этикеточка гладенькая, читабельная. Но это оригинальная этикетка производителя. А этикетку импортера я уже аккуратненько оторвал, поскольку приклеена она была тоже хреново. И приклеил на коробочку, в которой продавался этот ром. Коробочка выглядит вот так, довольно хлипенькая, но симпатичная и стильная. Производитель данного рома – одноименная компания Санг Сом Лимитед. Штаб-квартиры которой находится в Таиланде. Импортер, акционерное общество, торговый дом, а рома. Ром изготовлен из сахарного тростника, выращенного в Таиланде. А Таиланд занимает четвертое место в мире по выращиванию сахарного тростника. Здесь мы видим надпись «Дистиллирован, выдержан, купажирован и ботилирован» компанией Самсонг в Таиланде. 40 градусов, выдержка в дубовых бочках не менее 4 лет, дата розлива – январь 2024 года. Как же производители ромов любят вставлять клапана? Следующий ко вскрытию – ром Барселло Аньеха. Аньеха означает «старый». Бутылка имеет флягообразную форму. Здесь она узкая, здесь широкая. Выделяется основание, стекло темное. Здесь в стекле выдавлен, видимо, герб производителя. Этикеточка с тиснением, аккуратненькая, наклеена хорошо. Пробочка, смотрите, какая стильная пробочка. Она пластиковая, но золотистая и с брендингом. Задняя этикеточка уже на русском языке, родная, наклеенная на заводе. Видимо, этот ром напрямую поставляется в Российскую Федерацию. Производитель данного рома – компания Ром Барселло. Доминиканская республика, город Сан-Педро де Макарис. Импортер Синергия Импорт. Этот ром изготовлен из свежего сока, сделанного из тростника, выращенного в Доминиканской республике. Крепость рома 37,5 градусов. Выдержка в дубовых бочках не менее 4 лет. Иногда этот ром продается с крепостью 40 градусов. Пару лет назад я такой покупал в Венлабе. Дата розлива – май 2023 года. Естественно, здесь тоже вставлен клапан в бутылку. На виде сверху сразу заметно, что цвет этих напитков отличается. Тайландский ром – темный, с красноватым золотистым оттенком, но прозрачный, как слеза. Доминиканский ром – более светлый, более соломенный, но тоже золотистый и тоже прозрачный, как слеза. На виде сбоку ситуация не меняется. Доминиканский ром – светлее, янтарно-соломенно-золотистый. Тайландский ром – красное дерево, красное золото, что-то типа этого. Ну и как фанат темного цвета, мне, конечно, больше нравится цвет тайландского рома. Переходим к ароматике, а начнем с Барселло Аньеха, потому что я его уже пару раз пробовал. Чувствуется трава и дуб, возможно, какая-то сладость. Это табак, скорее всего, это табак. 20 лет курительного стажа не прошли даром. Да, какая-то трава, дуб и табачок – небольшая сладость в аромате, еле заметная. Аромат сверху бокала, спирт внизу бокала. Спиртик довольно-таки не сильный и тоже имеет свой аромат. Точнее, он имеет тот же аромат, но перемешанный со спиртом. Пахнет довольно-таки нейтрально, но на поверхности трава, какая-то трава, дуб, табак и легкая сладость. Тайландский ром Сангсом. Вот здесь уже аромат понасыщеннее. Здесь точно какой-то фруктик чувствуется. Такой, как хурма, зеленая хурма. Также чувствуются какие-то специи, типа корицы, наверное. Тоже трава, немножко дуба и сладенький ванилин чуть-чуть. Но аромат интереснее у Сангсома. Спиртик. Спиртик тоже посильнее у Сангсома. Ну, разница в 2,5 градуса, но мне кажется не в этом дело, он сам по себе такой. Спиртик сильный, тот же аромат перемешивается с ним, но спиртик по запаху качественный. По аромату больше всего мне понравился Сангсом. У него и цвет прикольный, и аромат прикольный. Вот эта непонятная хурма, которая вяжет рот, такое чувство, что этот ром тоже будет вяжущий. Финальный нос. Все то же самое. Простенько, травка, табачок, дубок. Гораздо сложнее, что-то тяжелое ощущается. Помимо вот этого фрукта, травы и специи, возможно еще перчик. Сангсом победитель. По ароматике, ну и конечно же будем пробовать. А начнем с Барселло Аньеха, потому что он вроде бы как мне знаком. Спиртуозненько. Спиртик хороший. Сейчас ощущается точно ванилька, точно сладость и точно есть какой-то фруктик. А вот этот вот аромат травы, который во вкусе слегка изменился и уже чувствуется по-другому. Возможно это аромат и вкус тростника, тростникового сока. Но ничего так, достойно. Но в послевкусии какая-то небольшая пробочка в спирте. Легкая неприятная нотка, она вот стоит немножко в горле, но обратно не просится. Сангсом. Но интересней, интересней аромат. Какое-то растение непонятное, не ваниль, а что-то другое, неизвестное мне, преобладает в этом аромате. Или это все-таки хурма? Это действительно гораздо интересней и многогранней. Фрукты, ванилька, сладость. В конце перец и сейчас еще умеренная анестезийка. Интересно. Компания Рон Барселло гарантирует соблюдение стандарта динаминации происхождения рома в Доминиканской республике. В соответствии с этой нормой, производители рома должны приступить к сбору урожая сахарного тростника, ферментации, дистилляции и выдержке спирта в дубовых бочках в течение одного года. Во второй раз он уже кажется тоже интересным. Сладенький, травянисто-табачный, легкий. Он легкий по сравнению с ангсомом. Легкий и кажется слегка водянистый. Название сангсом в переводе с тайского означает лунный свет, что ярко отражает приятное времяпрепровождение при сиянии луны. Аром сангсом является национальным напитком, который олицетворяет культ луны. Однозначно. И аромат и вкус интереснее. Какая-то ирисовая сладость еще появилась. Помимо хурмы, я буду называть это хурма, и потому что я не знаю, что это. Хурмы, похожей травы, как там, видимо это тростник, тростниковый сок. Он просто более вкусный и более насыщенный. И более густой. Перчик в послевкусии и приятная анестезия. Но похоже, тайландцы красавчики. А доминиканцы красавчики, когда сделали Рон Барселло Гран Аньехо Дарк. Сладкий шоколадный тягучий ром. Анестезийка прошла. Рон Барселло. На сайте Барселло описано очень много коктейлей с приготовлением этого рома. Тот же Май Тай или Гран Аньехо Цитрус Твист. Но ведер почему-то нету. Попозже поймете, почему я это сказал. Наверное, все-таки и на этот травяной табачный легкий ром должен отыскаться любитель. Потому что он тоже неплох. Просто он другой. Но водянистость никто не отменял. На сайте Санксом также производитель предлагает делать множество коктейлей из этого рома. Санксом Май Тай. Санксом Черная Смородина. Но до кучи у них там есть коктейли в ведрах. Например, название одного из коктейлей гугл-переводчик перевел, как «Я тоже этого хочу». Ром Санксом 300 мл. Энергетик 300 мл. Газированная вода 325 мл. И 5 долек свежего лайма. И там у них прямо нарисовано ведро с ручкой. Но получается, что это ведро где-то литр-полтора. Может быть, литр-250. И если в него так трубочек натыкать, то можно с разных сторон употреблять компашкой из ведра коктейль из этого рома. Короче, я только что понял, что это. Это, возможно, не фрукт и не хурма. Это какая-то хвойная порода дерева. Каким-то можжевельником пахнет, наверное. Но ром офигенный. Ну что же, по цвету победил Санксом. По аромату победил Санксом. По вкусу побеждает Санксом. И, возможно, Санксом даже интереснее будет, чем Барселло Грант Аньеха Дарк. Это, конечно, спорный вопрос. Потому что нужно принести Барселло Грант Аньеха Дарк домой и сравнить лоб в лоб с Санксомом. Что по спирту? Спирт Барселло Аньеха. Легкий. Незаметный, как и сам Барселло. Водянистый. С, возможно, какой-то пробочкой в послевкусии, которая кажется неприятной, но быстро исчезает. В аромате спирт Барселло тоже незаметен. Конечно же, это всё в сравнении с Санксомом. Здесь изначально спирт в аромате кажется сильным, но чистым и правильным. Во вкусе он проявляется только после глотка. Сперва перец, потом спирт, потом анестезия. Анестезия где-то через 4 секунды, 4-5. Вот сейчас. Поскольку я всегда выступаю за анестезию, она мне нравится, Санксом опять вышел победителем. Ну и почём же я купил эти ромы в магазинах Санкт-Петербурга? Ром Санксом 07 стоял в ароматном мире с ценником 1250 рублей. Но ценник был белый, а значит на него можно было списать баллы, чем я и воспользовался, и купил 07 этого рома за 999 рублей. Ром Барселло Аньеха. Стоял также в ароматном мире на полке пониже за 07 стоил 1201 рубль. Но я залез в приложение Винлаб и нашёл там ром Барселло Аньеха 05 за 880 рублей, что в перерасчёте на 07 тоже примерно 1200 рублей, 1230 по-моему. Но в Винлабе у меня также списали баллы, и поэтому этот ром я купил за 680 рублей объёмом 0,5. Экономия налицо. Мог бы взять 0,7 за 1200, а так купил 0,5 за 680. Или меня всё равно где-то налюбили. Ну и какое же место в алкарейтинге займёт Санксом? Барселло Аньеха в моём алкарейтинге занимает 4 балла. Барселло Дорадо, который на 2 года меньше выдержки, чем Аньеха, занимает 4,1 балла. Да, мне кажется, он интереснее и лучше, чем 4-летний ром Барселло. Барселло Гранд Таньеха Дарк занимает 4,48 балла в моём алкарейтинге, и я думаю, что Санксом всё-таки немножко будет получше и займёт 4,5 балла. Возможно, 4,55. Это действительно что-то необычное, сладкое, густое, насыщенное, маслянистое и вкусное. Конечно, испытав всё это в динамике, я могу изменить своё мнение, но пока я считаю, что это так. Эх, Барселло Аньеха, даже Дорадо тебя обошёл. Не начинал быть крутым, не надо было и стараться. Ну а нам с вами, господа алколюбители, нужно помнить, если выпивка приносит вред, то этот вред проистекает не от плохой вещи, а от плохого употребления хорошей вещи. Учищайте алкарейтинг, заглядывайте в Телеграм. До встречи в следующую пятницу. Продолжение следует...